Сотрудники университета в составе 8 рабочих групп продолжили разработку проектов в рамках стратегических направлений университета. Итоги первого дня позволили организаторам отметить три команды, которые наиболее успешно работали в заданных плоскостях. Мы сейчас смотрим, насколько четко те проекты, которые начали обсуждаться, работают на стратегию непосредственно. И нужно, собственно говоря, быть целенаправленным, целеустремленным, понимать, вот задачи есть, их надо решать. В этом смысле, когда возникают какие-то боковые действия, надо их понять, нужны они или нет. Если есть какие-то действия другие или другие проекты, то надо понимать, вписываются они в стратегию или нет. Акцент сделали на реализации проектной деятельности в соответствии с мировыми стандартами. Участники сессии анализировали опыт передовых вузов, определяли наиболее важные аспекты для нашего университета. И уже на основе исследований команды предлагали свою концепцию развития. У нас в команде представители медико-биологической школы, политехнического института, отдела международных коммуникаций. И, соответственно, все эти участники узнают много нового о работе смежных отделов. Мы делимся подходами и методами, определяем, какие у кого есть проблемы, какие у кого есть перспективы. Это действительно очень интересное мероприятие, которое действительно позволяет определить довольно-таки неплохо направление движения в рамках нашего университета. Проектно-аналитическая сессия позволила собрать проректоров, директоров институтов, деканов факультетов и даже студентов, в котором небезразлично развитие вуза. Работая в группах, они генерируют идеи и закладывают фундамент университета будущего. Команда директора института открытого и дистанционного образования Александра Дёмина разрабатывает проект новой системы для своего института. Мы стараемся сделать в нашем университете некий подобие конструктора, который будет посредником между заказчиками курсов, программ, доп. образования и так далее, и нами, университетом. Соответственно, нашему будущему заказчику, нашему будущему слушателю, студенту сделает предложение, либо это будет готовый курс, либо это будет курс новый, который он сам себе соберет. То есть он сам себе выстроит квадратики, он сам себе соберет этот тетрис, кубик-рубик, то есть он соберет его из тех компонентов, которые мы ему предложим. Стратегические сессии проводятся в России с 2005 года. Подобный мозговой штурм благотворно сказывается на развитии университетов и гарантирует выход учебных заведений на новый уровень.